МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши корреспонденты. На выполнение внутригородских маршрутов общественного транспорта. Как выяснилось, еще в 2016 году в ведомство обратилось несколько перевозчиков, которые остались без маршрутов. Как отметил Поспело, ситуация оказалась беспрецедентной. Власти города посчитали необязательны проводить торги, как положено по закону, и просто выбрали перевозчиков на свое усмотрение, при этом даже не заключив договор. Уже тогда ФАС возбудили дело и выдали предписание об устранении нарушений, сообщает Интерфакс Россия. Однако мэрия Рубцовска предписание выполнить отказывается, пытаясь всячески оспорить его в суде. Кстати, если требование антимонопольщиков о дисквалификации суд отклонит, Фельдману может быть предъявлен штраф в размере от 8 до 12 тысяч рублей. В случае с прокладкой новой ливневой канализации такими небольшими суммами не обойтись, но строить ее планируют в районе Барнаульских новостроек на взлетной и солнечной поляне, чтобы талые воды больше не беспокоили живущих там людей. По крайней мере, о таком намерении заявляют чиновники. Напомним, на днях жители индустриального района пожаловались, что под окнами домов образовалась огромная лужа, которая может выйти из берегов и затопить двор. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Без резиновых сапог по взлетной не прогуляться. К автомобилю стоит весла прикрепить, чтобы без труда заехать во двор. Местные жители каждую весну уже четвертый год подряд страдают от подтоплений. Это лужа вечная. Жильцы надеются на это, что что-то поменяется. Потому что повторение 1 апреля, я прям помню тот день, 1 апреля 2016 года, когда здесь было до этих подъездов воды, как-то не хочется. В этом году вода скопилась на дороге по улице Солнечная Поляна, ближе к улице Взлетной. Искусственное море здесь уже три недели. А чиновники даже не откачали воду, а лишь положили мешки с песком, чтобы вода не затопила еще и двор. На самом деле по поводу ливневки, куда должна вода уходить, информация разная. Управляющая компания говорит, что ее здесь нет, потому что ее не запланировал застройщик. А администрация утверждает, что здесь есть она ливневка. Где она есть, где она под этой лужей находится, мы вообще понятия не имеем. В администрации района нам пояснили, асфальтированная дорога и ливневка есть со стороны официального проезда. Тем не менее, пояснил чиновник, отстроят в этом году и дорогу со стороны пустыря, который сейчас тонет в воде. В этом году запланировано в рамках программы безопасной и качественной автомобильной дороги строительство вот этого недостающего участка дороги по улице Солнечная Поляна. Поэтому вместе с ливневой канализацией, вместе с бордюрным камнем, вместе с пешеходными дорожками, то есть будет ливневка по Солнечной Поляне, действующая и по взлетной. Новую благоустроенную дорогу жители увидят не раньше следующей весны. Но ведь как-то необходимо пережить и это, а откачивать воду, как нам пояснили в мэрии, просто нет смысла. Техника не берет слишком маленькая глубина. Так что резиновые сапоги местным жителям пригодятся еще не раз. Валентина Скерова, Александр Антропов. Наши новости. Туризм экстремальный, экстремальный вдвойне. Нерегулируемый и по документам не существующий. Но по факту в России набирает популярность отдых с адреналином. На Алтае, по ценкам экспертов, доля такого туризма 15% выше, чем в среднем по стране. В отпуске на сплав или восхождение решаются многие. Ограничений для внезаконного экстремального отдыха нет. Так или иначе, это сопряжено с тем или иным экстремальным видом спорта. Но люди, которые идут на экстремальный туризм, профессиональными спортсменами не являются. Поэтому, наверное, их риски в связи с этим возрастают многократно. Риск и без того активного отдыха стал причиной встречи представителей власти турфирмы Федерации. Они обсуждали, нужно ли выделять экстремальный туризм в отдельную категорию. Предположительно, под нее попадают альпинизм, серфинг, горные лыжи. Но нет единого понимания, кто такие туристы-экстремалы. На что ориентироваться? На экипировку или на длительность экстрима? Нечеткие формулировки, переживают представители Федерации, могут привести к вымиранию видов спорта. Если вот мы сейчас какой-то вид туризма назовем экстремальным, то есть, допустим, водный туризм, там, или спелеотуризм, то последствия, я считаю, что для детского туризма будут катастрофические. Тогда кто будет в итоге теми инструкторами, которые будут водить, обеспечивать? То есть у нас инструктората с детства воспитывается. А вот с другой стороны, регулирование процесса предполагает повышение ответственности, внедрение каких-то стандартов безопасности обученных проводников, гидов, аттестованных и так дальше. Разве это, наоборот, не повысит безопасность несовершеннолетних? Повышать ответственность нужно не только для юных спортсменов, уверены спасатели. МЧС ведет строгую статистику экстремалов-любителей. В 2018 году у нас 14 человек травмированы, погибло 4, пропало 53 человека. Спасено 29 человек. Туроператоры в один голос говорят, что несчастные случаи происходят из-за белых пятен в законе. Когда активный отдых никто не контролирует, то и организуют его, по сути, все желающие. Бывают такие случаи, когда человек, допустим, дважды, тридцать сплавлялся по реке и уже набирает группу. Наверное, более половины у нас таких вот гидов самодеятельных, они в неправовом поле находятся. Новая категория законодательно закрепленной экстремальной туризмом должен учесть мнение каждой из сторон и, наконец, вывести из тени недобросовестных гидов. После проработки предложений, которые высказали участники сегодняшней встречи, их направят в Ростуризм и Госдуму. В этом городе и обычный турист может оказаться экстремалом. Виной тому не только дороги Рубцовска. С приходом весны в городе начала разрушаться набережная, которая могла бы заинтересовать приезжих. И это при том, что в прошлом году ее отремонтировали по программе формирования комфортной городской среды. Пешеходные дорожки были выложены тротуарной плиткой, которая не продержалась и полугода, начала рассыпаться. На бетонных ограждениях треснула штукатурка. Скоро специально созданная комиссия проверит рубцовские объекты, которые были благоустроены в прошлом году. В том числе эксперты посетят и набережную. Новая набережная появилась недавно и в Барнауле. Мы решили проверить, как она пережила зиму. Судя по тому, что увидели наши корреспонденты, в целом снег, метели и лед не испортили ее внешнего вида. Плитка, во всяком случае, не провалилась и лежит ровно. Портит картину разве что ржавчина на отдельных металлических конструкциях. Лестница, спускающаяся к обид, также в порядке. Антискользящее покрытие, как убедились наши корреспонденты, почти не повреждено. Гораздо хуже ситуация на лестнице, которая ведет на бывшую ВДНХ. Трежде всего бросается в глаза треснувшая и отколовшаяся во многих местах плитка. Напольно-облицовочная плитка, по поводу которой было столько споров. Подходит она для наружных работ? Не подходит. Словно бы сама этой весной дала ответ на этот вопрос. Также заметно увеличилось количество ржавчины на ограждениях, вызывает беспокойство и состояние водоотводных каналов. Напомню, в прошлом году именно из-за неисправного дренажа, по мнению многих специалистов, на склоне произошли оползни, а на террасах возникли трещины. К другим темам. Оказать помощь семье погибшего. Такое решение приняли сегодня в мэрии. Речь идет о несчастном случае, который произошел на территории Барнаульского детского сада номер 265. Там погиб дворник. 67-летний мужчина решил убрать наледь между зданием и подвальным помещением. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что место для уборки очень узкое. В какой-то момент с крыши подсобки сошел снег. Он просто зажал мужчину между строениями. Дворника обнаружил охранник детского сада при обходе территории. Можно ли было спасти мужчину, предстоит выяснить сотрудникам Краевого следственного комитета. Забрали и кладбище. Жители села Новомихайловка, которые жалуются на закрытие ФАПа, плохие дороги и частичное отсутствие воды, обратились в редакцию с новой проблемой. Теперь закрыли и сельское кладбище, на котором захоронены несколько поколений сельчан. Хранить родных на других погостах жители не хотят. Еще и потому, что там за место нужно платить. Подробности знает Андрей Дреер. Поставили крест. Комитет по управлению муниципальной собственностью постановил, на сельском кладбище Новомихайловки хоронить теперь нельзя. Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. Так сказал великий поэт прошлого века. А жители Новомихайловки с ним бы не согласились. Село для них родина, а на этом погосте они долгие-долгие годы хоронили своих родных и близких. И хотят эту традицию продолжать. Но на традиции не посмотрели. Проблемы с кладбищем, по словам жителей, начались с тех пор, как его сделали муниципальным. К нам дружно повезли захоранивать сюда людей с города. Поэтому кладбище моментально разрослось. Оно нам бы для сельчан хватило еще не весь на сколько. Оно разрослось, потом заговорили о том, что его закроют, потому что кладбище дошло до нефтезаправки там. Но жители уверены, что кладбище можно продлить. Вот на этом спуске установить лестницу и ниже в поле продолжить ряд могил. В мэрии города на вопрос смотрят иначе. Инвентаризация показала, что там плотность велика. То есть нельзя делать новых захоронений. Но нельзя. Есть же санитарно-защитная зона, где невозможно захоронение. Но жители стоят на своем еще и потому, что раньше они могли придать земле родных бесплатно. А на городских кладбищах за место придется платить. Власти Барнаула ответили, что и это заблуждение. Денег за саму землю никто не вправе требовать. Продолжить старую традицию и хоронить на родном кладбище новомихайловцы все же смогут. Под захоронения официально разрешены. Это значит, что рядом с родственником можно положить близкого умершего. Но новых могил здесь точно уже не будет. Андрей Дриер, Александр Антропов. Наши новости. А теперь о приятном. Лучшей книгой в регионе в номинации «Стихотворный сборник» признали дуреху. Накануне в библиотеке имени Шишкова наградили победителей конкурса «Издано на Алтае». Произведение Александры Малыгиной оказалось в числе восьми лучших издательских проектов. Наша съемочная группа встретилась с поэтессой. Простой сюжет сулит спектаклю «Крах». Но ты, рукою твердой, водящей, не встретишь ни честней, ни настоящей дурехи, пляшущей в твоих больших руках. Александра Малыгина пишет стихи всю сознательную жизнь. За плечами диплом филфака классического вуза, преподавание русского языка в Монголии, работа в различных местах от гардероба театра драмы до транспортной компании. Дереха – второе официальное издание Александры, которое можно найти в библиотеке. Все, конечно, сработали. Удивительно. Над изданием трудился целый коллектив. Наша героиня особенно выделяет иллюстрации к своим стихотворениям. Их рисовала ее знакомая за обещание мировой славы. Эскизы для сборника присылали аж из Мюнхена. Слава, пусть и не мировая, пришла. Издание Александры Малыгиной признали победителем книжного конкурса в номинации «Лучший стихотворный сборник». Главная тема в нем, конечно, любовь. Лирическая героиня, которая периодически называет себя дурой, еще что-то, отсюда и название, она пытается выставить себя как маленькую, серую и неинтересную. А на самом деле, когда ты открываешь книгу и начинаешь читать тексты, ты понимаешь, что это далеко не так. В сборнике Александры 48 стихотворений и более 20 иллюстраций. Книжку она издавала за свой счет. Участвовать в конкурсе названия лучшей книги Алтая поэтесса не планировала. Просто отправила в библиотеку обязательные экземпляры, как полагается. В этом году в конкурсе на лучшие издания участвовало почти 900 книг. В этом году мы попытались облегчить работу жюри и предварительный отбор проводил экспертный совет. Они составляли короткие списки. В итоге жюри определила победителей в пяти номинациях. Среди лучших книги о Шукшине, Шишкове, Оленях, Чайке и медиасфере региона. Александра Малыгина, к слову, продолжает писать стихи. Увидит ли свет очередная книга, не уверена. Ведь пока не рассчиталась с долгами за издание «Дурехи». Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На большей территории края пасмурно. В Рубцовске до 6 тепла, в Бийске до 10, в Белокурихе до 14. В Барнауле облачно ночью до плюс одного, днем до 6 выше нуля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.